Зимник снова закрыт для проезда легковушек и внедорожников. Виной всему метель. Сейчас на приведение временной дороги в нормативное состояние брошены все силы подрядной организации. Это порядка 20 единиц техники. А в минувшую субботу качество содержания ледовой трассы проинспектировали представители департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Результатами проверки комиссия осталась удовлетворена. Проехалась по зимнику и наша съемочная группа. Прямо сейчас все подробности. Это нехитрое устройство, закрепленное к бульдозеру, называется гитара. Юрий Рудный с 7 января практически в режиме нон-стоп утрамбовывает дорожное полотно. Погода в начале 2020-го выдалась теплой, ветреной и обильной на осадки. Вместе с небесной канцелярией работе дорожников мешали и автомобилисты, которые, невзирая на запреты, отправлялись на зимник. Как вы считаете, в этом году дорога содержится лучше, хуже или так же? Да, хорошо, задержаем. Из года в год история повторяется. Как только начинаются метели и проезд по зимнику закрывают, находятся те, кто на свой страх и риск отправляются на дорогу жизни. Вот и в момент выезда нашей съемочной группы на зимник, несмотря на то, что он был закрыт, движение было достаточно интенсивным. В путь отправлялись не только грузовики, но и легковой автотранспорт. В это время подрядчик компания «Строюниверсал» осуществляла расчистку проблемных участков. Очень помешали нашей работе самосвалы, которые прошли и разбили всю дорогу. В соцсетях были какие-то жалобы? Ну, что делать здесь? Это же тундра, зимник. Ну, вот за время, пока в этом году зимник работает, ну, получается, в этом сезоне, а были ли уже какие-то казусные ситуации или ЧП, или пока все в штатном режиме? Ну, пурги, пурги. По результатам выезда комиссия убедилась в том, что вся заявленная подрядчиком техника, а это 20 единиц, находится в работе. Этого достаточно для приведения зимника в нормативное состояние. В свою очередь, в ходе очередного оперативного совещания, глава региона сегодня поручил вести ежечастный контроль как за ситуацией на временной трассе, так и за работой подрядчика. Праздники, в этой точке зрения климатическо-погодных условий, не самые простые. Тем не менее, надо держать на контроле зимник для нас, особенно в праздничные дни, для всех крайне важен. И то, что люди не могли выехать, я понимаю, что на это есть объективные причины, но тем не менее, ежедневные. Если не ежечастный контроль за подрядчиками, содержащими зимник, должен вести. Стоит отметить, что и в республике Коми в последние дни складывались неблагоприятные погодные условия. Повсеместно бушевала метель. Такой прогноз, по данным главного управления МЧС по республике Коми, сохраняется и сегодня с порывами ветра до 18 метров в секунду, метелью и ухудшением видимости до 500 метров. МЧС соседней республики предупреждает о затруднении движения на дорогах по причине снежных заносов и накатов. Поэтому те, кто отправляется в путь по зимней дороге на Большую Землю, должны быть предельно внимательны. Движение на зимнике затруднено не только до Усинска.